Видео снято исключительно в развлекательных целях, все сказанное субъективное мнение автора. Это специфический юмор, не стоит на него обижаться. Приятного просмотра. Головой попробуй в следующий раз киткат побить, просто потом высыпаешь его в этот стакан и все, все готово. Вау! 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 У среднестатистического школьника всегда в рюкзаке это найдется, вот честно. Рожок с мороженым, пластмассовая ложка и дрель. Всем пока! Доброго времени суток, мои приятные молодые люди. Я сразу надеваю контентозащищающие очки для того, чтобы просто не сойти с ума. Мне понадобилось очень много времени для того, чтобы отойти от Дмитрия Евтушенко. Можно каждый ролик разбирать и это будет просто до слез. Чтоб так кошачий корм ты делал сюда. А зачем мне еще когда-либо есть кошачий корм? Сегодня с вами и Льдарик, и Владик. Пожалуйста, мы сегодня с Владом будем смотреть его ролики, конечно. Хочу сразу сказать, что Влад, относительно Димы, просто прекрасный молодой человек. Я давно хотел разобрать один из его роликов, но все как-то руки не доходили. Там, где он детей одел в пришельцев и стрелял в них из автомата. Это мой любимый ролик на его канале. Господи, насколько он прекрасен. А, смотри, просто интересно, чисто вот для контента. Прости, просто так интересно было? Пожуй, без стрельбанных. Это пиздец. Но пока лайфхаки захватили этот мир, этот Ютуб, мы разбираем каждого видеоблогера. На самом деле, почему я вообще взялся за все это? Потому что, как я говорил, Ютуб превращается в какую-то реальную помойку. Хотя он и так и был. А сейчас окончательно ебучая свалка. И вот вроде бы раньше мамик залупался на Влад бумагу, типа, Йоу, ты воруешь там запада, какие-то челленджи, еще что-то. Вообще без проблем, пускай и делает. Там хоть какое-то старание было, какие-то бассейны погружался, какие-то студии строил. Что-то делал. Сейчас просто человек сидит на стуле и проверяет лайфхаки. Стагнация налицо. Так не должно быть. Нужно постоянно развиваться, Влад. Понимаю, есть спрос, значит, есть предложение. Пока дети смотрят это говно, он будет снимать подобное бесконечно. Но проблема в том, что дети не обладают особо критическим мышлением. У них нет каких-то критериев качества. Они не могут нормально оценить то, что они смотрят. Они просто как зомби. Им что дают, то они потребляют. Поэтому для того, чтобы не вырастить армию каких-то отсталых детей, нужно что-то менять. И, конечно, понятно, что большинству видеоблогеров абсолютно все равно. Бабки зарабатываю. А что там дальше происходит? Да вообще насрать. И знаете, что самое страшное? Основная эта аудитория в итоге 13-17 лет у подобных каналов. Потому что они вылетают в обычные тренды. В наши тренды. То есть, почему там какие-нибудь видео с канала, там, лайк, катя, шоу, которые за день по 15 миллионов просмотров собирают, не появляются в наших трендах? До 13 лет это YouTube Kids. 13-17 это уже тинейджеры. Именно поэтому видео у Влада залетают, собственно, в тренды. То есть, понимаете, основная масса все равно 13-17 лет дети. И я вот, знаете, пытаюсь понять. Когда мне было 14 лет, я смотрел на огромных черных теток сисястых клипах 50 Cent'а и представлял, что моя голова зажата вот этими их булками. И там я вот так вот делаю. И я такой крутой и шикарный. И подобный контент у меня никогда не вызвал интерес. То есть, флешбеками я помню, что телепузиков я там смотрел, наверное, лет 7 или 6. Ну, когда совсем маленьким был. Но в 14... Не, в 14 меня интересовало другое. Это, конечно, все очень долгое лирическое отступление. Мои мысли вслух. Мы здесь собрались просто посмотреть проверку лайфхаков и немножко повеселиться. А спонсором этого видео является мой телеграм-канал. Ссылочка на него в описании и в закрепленном комментарии. А также покупайте мой мерч. Я собрал моменты из видео Влада про проверку лайфхаков. Нарезал их. А все почему? Потому что первые 3,5 минуты Влад заставляет своих подписчиков подписаться и купить его мерч. Вот это я называю агрессивный маркетинг. Нужна ваша поддержка. Кто за мерч на вас? Вы мерч. Подписаться, если вы не подписаны. Это лучший мерч среди блогеров. Скоро 15 миллионов. Скоро нам, что я являюсь повелителем бумаги. Чтобы вы понимали, Влад в течение ролика раз 190 говорит, чтобы мерч его покупали. Наверное, так и надо делать. Поэтому у него много денег, а у меня нет. Поэтому начнем с лайфхаков. Хе-хей. Ну а следующий лайфхак пригодится тем, у кого дома нет тостера. Берется хлеб, берется утюг, намазывается масло, сыр, заматывается это все в фольгу и получается вкуснейший бутерброд. Ну а кто-то полнейший долбоеб, если решит воспользоваться этим лайфхаком. Я даже не могу придумать сценарий использования этого лайфхака. Ты живешь в доме, где есть просто утюг, нет плиты, нет сковородки, нет ничего, но есть утюг. То есть ты как бы беспокоишься за свой внешний вид, но сальмонеллезом не против заболеть. Дома только есть один утюг, но я накопил на утюг, все, больше ничего нет. Вещи первой необходимости, утюг. А кушать-то тоже надо, поэтому, конечно, каждое утро я просыпаюсь, заворачиваю хлеб в фольгу и начинаю утюжить бутерброд, блядь. Как говорится, нужно обязательно проверить этот лайфхак, 100%. В этом видео бутерброд выглядел идеально, как будто его приготовил настоящий повар. Мне очень интересно, работает это или нет. Влад, смотри, я тебе объясню. Утюг работает по принципу электроплиты, то есть, конечно, он нагревается до большой температуры. Если плотно прижать бутерброд в фольге, то он разогреется и, возможно, даже немножко подрумянится. Проблема в том, что нужно быть просто умалишенным для того, чтобы этим заниматься. Либо действительно 10-летним ребенком, который делает все, что угодно для того, чтобы себе навредить. А я уверен, что 10-летний ребенок, который посмотрит это видео твое, захочет как-нибудь воспользоваться. Забудет убрать утюг или еще что-нибудь. Или вставит свои ноздри в розетку, потом утюгом прижжет себя к стене. Вот представьте, вы погладили майку и потом приготовили бутерброд. Я бы спросил у этого человека, как он сбежал из дурки. Нужно проверить. У нас есть горячий утюг. Тоже вам лайфхак. Как проверить, что утюг горячий. Итак, фольга. Основная аудитория 13-17 лет, я напомню. Далее нам понадобится два тоста. Бам-бам. Сливочное масло. Я очень хочу, чтобы этот лайфхак получился, потому что я бы не отказался сейчас от бутика. Так. Влад, в последнее время видеоблогеры открывают свои кальянные, шаурмичные. А я предлагаю тебе открыть заведение, где ты будешь готовить бутерброды на утюге. Вот такого точно никто не сделал. И мамикс тебе не скажет, Влад, ты своровал идею с запада. Чем мне идея? Воспользуйся. Я очень скучаю по временам Ивангая. Знаете, все хаяли, издевались над этим маленьким мальчиком. Говорили, господи, что он кривляется. Но там у него был юмор. Реально. То есть ты типа смотрел, и это весело. Вот что-то подобное сейчас, наверное, Брайан Мапс делает. Ну, такой в более взрослом формате, ламповом. Но что-то подобное. А Влад, это, ну, как бы, я даже не знаю, как это описать. Это как бы констатация того, что ты делаешь. Типа, вау, я хочу бутик поесть. Сейчас проверим лайфхак. Класс. И наверх закидываем сырок. Вот так. И берем, заматываем это в фольгу. Если честно, я даже переживаю. Как вы думаете, получится этот лайфхак или нет? Я думаю, что получится. Ребят, всем привет. Меня зовут Картонный Клим. И сегодня с вами мы будем есть эту шоколадку. Как вы думаете, открою ли я эту шоколадку? Ой, я ее уже открыл. Смотрите, а если я сделаю вот так, что получится? Она полностью откроется. Господи, посмотрите. Как вы думаете, это черный шоколад или нет? Интересно, он состоит из какао или нет? А там есть какао-бабы или нет? Или давайте попробуем, я разломаю эту шоколадку или нет? Мне кажется, я ее разломаю. Блядь, проебался. В лайфхаке не было сказано, сколько нужно ждать. Поэтому главное его не пережарить. Ладно, мне кажется, здесь все понятно. Давайте к кульминации перейдем. Ну и, конечно, насладимся искренними эмоциями. Ребята, зацените, у нас получился настоящий бутерброд. Мы планировали сделать искусственный, бутербродный гербарий хотел. А тут настоящий бутерброд. Ну вы видите, господи. Получается, когда две поверхности, одна из которых имеет высокую температуру, они соприкасаются, другая нагревается. Если это какое-то мучное изделие, то там и корочка появляется. Вы представляете? Не, ну невероятно же, невероятно. Сырок, смотрите. А запах просто объедение. Я считаю, что этот лайфхак получился. Это просто пиздец. Это просто пиздец, я не знаю как. Все. Вот, 4 орео в стакане. Это все заливается молочком. Сколько молочка? Немного молочка. За это все вот так вот толчем. Получаем такую кашу. Ну говно получаем какое-то просто толченое, да. И в микроволновку на 40 секунд. И получается вкусный десерт. Это нужно обязательно проверить. Если получится, то мы с вами официально будем кондитерами. Поехали. Если Влад сказал, что мы официально будем кондитерами, то не нужно 5 лет учиться в университете, там в колледже. Для того, чтобы действительно научиться готовить. Я бы вообще сразу звезду Мишлен давал. Толчешь орео, молоко заливаешь, микроволновку и все. Ешь это вот говно, что получилось, мешанину. А еще у тебя сертификат. В любой французский ресторан вход открыт. Ребята, я тут знаете, что узнал? Если поставить под этим роликом лайк, то вам сегодня приснится хороший сон. А, кстати, ссылка на мерч в описании. Ребята, если вы поставите лайк на это видео, сегодня вечером вы выпьете пиво. А если вы это сделаете, у вас автоматически будет хороший сон. Ссылочка на мерч в описании. Мне есть с чего поучиться у Влада, вот реально. Делаем все как по инструкции. А4. А4. А1. Блядь, это просто... Каждую секунду рекламирует мерч. Я так не умею. Реально, я так не умею. Ссылочка на мерч в описании. Ребят, напишите в комменты, какая ваша самая любимая вкусняшка. Коньяк. Что вы больше всего любите из сладкого? Это коньячные конфеты. Торт, или это сникерсы, или это киткат, или это скиттлс. Очень интересно, самая ваша любимая сладость. Пишите об этом. 20% видео у Влада состоит из призыва к действию. Пиши в комментариях. Ставь лайк. Подпишись на канал. Сделай кнопку серой. Купи мерч. А есть вот такой мерч. А есть вот такой мерч. Я вам отвечаю. Он может собрать просто секту. Секту маленьких беснующихся десятилетних детей. Они смотрят так, мерч, подписаться, 600 аккаунтов сделаю, 5 миллионов комментариев напишу. Комментарии я обязательно прочитаю. Мой любимый десерт, знаете какой? Я люблю торт, который готовит мне моя мама. Он называется муравейник. Знаете, есть вот технологии такие по воспитанию детей, когда ты с самого рождения общаешься с ним как с взрослым человеком. И говорят, что они довольно успешно используются. То есть ребенок вырастает адекватным, хорошим членом общества, умным. Влад со своими зрителями общается так, будто бы они только что вылезли из пеленок. Хотя напомню, 13-17 лет. Я хочу посмотреть на этого мальчика лет 15, и который на полном серьезе смотрит вот это. Я люблю торт, который готовит мне моя мама. Мне кажется, он до сих пор думает, что дети берутся из капусты. А свой вариант напишите в комменты. Итак, получилась вот такая... Получилось ведро рыготни какое-то, реально. Вот консистенция, смотри. Блядь, меня сейчас тошнит, просто пиздец. Какая довольно-таки густая. Он сам кривится, он сам кривится, когда на это говно смотрит. Такой, ну надо сделать эмоцию, надо, блядь, сделать эмоцию хорошую. Я удивлен, я удивлен. Я Влад, и я удивлен. Я хочу опрыгаться от этого говна в кружке, но я удивлен. Мне это очень нравится. Рабочий лайфхак, рабочий лайфхак. Ну что, десерт готов. Просто ад для трипофоба. Получилось говно с дырками. Влад, приятного аппетита, тебе придется это есть, а я на это посмотрю. Ну пахнет булочкой, пахнет выпечкой. Как будто пахнет булочкой, пахнет выпечкой. Блядь, как это жрать. Только что приготовили какао. И прошу заметить, ребята, что ссылка на мерч в описании. Блядь, это было не... Вы поняли, он за один лайфхак два раза сказал, что ссылка на мерч в описании. Показал там еще свой мерч. Присывал комментарии писать. Блядь, это гений. Это просто гений. Если начнется зомби апокалипси, знайте, это устроил Влад Бумага. Посмотрите, он реально получился. Консистенция такая, как выпечка. Я сейчас достану весь наш десерт. Блядь. Блядь. Просто ложка чернозема, смешанного с говном. Влад, приятного аппетита, господи. Это реально получился. Это реально, да. Начался десерт. Это домашний брауни. Сейчас я это еще... Это кусок параши на шконке, братан. Продегустирую. Это вкусно. В принципе, а что еще ожидать от орео и молока? А самое главное, что этот лайфхак сработал. Это очень круто. Я результатом доволен. Я думаю, что если вы повторите это дома, мама скажет, я, блядь, потратила пол зарплаты на это печенье орео, а ты его испортил, блядь, и сделал какое-то говно. А следующий лайфхак понравится и взрослым, и детям. Как... Давай попробуем, Влад. Из обычного мороженого сделать макфлуи. Поехали. Берется обычное белое мороженое, закидывается туда кит-кат, и все это перемешивается дрелью. Вот так вот перемешивается, перемешивается. Действительно, лайфхак упрощает нам жизнь. Перемешивается там внутри, все перебивается, и получается макфлуи. Если у вас есть обычное мороженое, дрель и ложка. У среднестатистического школьника всегда в рюкзаке это найдется, вот честно. Рожок с мороженым, пластмассовая ложка и дрель. Ну знаете, обычно дети после школы прорабами подрабатывают, чтобы, знаете, на снюс себе заработать. От макфлуи вы можете сделать настоящий макфлуи. Идем пробовать. Это обычное макфлуи. Посмотрите, там уже внутри все есть. Какие-то вон штучки, какие-то дрючки. Какие-то штучки, какие-то дрючки. Вот, все уже внутри. Но чтобы получить такое мороженое, нам нужно идти в Макдональдс. Очень долго. А дрель-то у нас всегда под рукой имеется. Кит-кат сам материализуется всегда на столе. Стаканчик от мороженого из Макдональдса тоже появляется сам. Не надо идти за ним в Макдональдс. Конечно, проще купить кит-кат, купить мороженое, найти где-то стаканчик у бомжа отжать. Найти дрель, блядь, ставить... Мы же лайфхакеры, мы должны все лайфхакнуть и сэкономить время Берем обыкновенное мороженое Влад, ты же понимаешь сам, что это хуйня, типа Можно хотя бы немного юмора добавлять, типа На самом деле, я думаю, что у этого лайфхака есть шанс Я не верю вообще, что это происходит, типа это реально Он заснул шоколадку в растаявшее мороженое Собирается пластмассовой ложкой превратить это в крошки, понимаете, да? То есть типа пластмассовой ложкой превратить твердые куски китката в размороженном мороженом В крошки Чего следовало ожидать? Ложка Влад, следовало ожидать изначально, что это вообще вся идея хуйня полная Это так не работает Если на видео у чувака получилось, возможно, на эту пластмассовую ложку посадил на суперклей Не знаю, на какое-то сверло, блядь, и начал сверлить А возможно, она из какого-то, не знаю, более плотного пластика И там наверняка киткат этот, он, блядь, расплавленный, может, наполовину, не знаю Здесь прокручивается, смотрите Ребята, мы пошли дальше И придумали вот такое вот приспособление Не, ну реально упрощаем жизнь Зачем ходить в Макдональдс за Макфури, если можно, блядь, прикрутить ложку к дре Я не могу Этот лайфхак не получился Абсолютно не однаки Я вот представляю, у Влада же наверняка работают взрослые люди Которые там мерч продают Которые ему там монтируют видосы Которые снимают человека Блядь, вот не думать, типа, че, блядь Че это за хуя? Что это такое, блядь, вообще? Киткатинка не переломалась Киткат оказался очень твердый И, в принципе, невозможно его таким образом перебить Но не знаю, может быть, у вас получится Но у меня не получится Дельный лайфхак Если вы хотите все-таки это сделать Вы берете киткат, не знаю, накрываете им двумя листами бумаги Молотком, блядь, бьете, не знаю, ложкой Головой своей лучше Вот, Влад, реально, головой попробуй в следующий раз киткат побить Просто потом высыпаешь его в этот стакан и все Все готово Либо ты можешь пойти дальше Взять 600 упаковок китката 4 тонны мороженого и в пятую мешалку засунуть И сам туда прыгнуть Тоже прикольный лайфхак получится Это мишки хариба И они все разных цветов Так, это всякие присыпки Потом это мы закидываем в микроволновку У нас это есть И ставим на минуту И получаются какие-то съедобные слаймы Мне кажется, все эти лайфхаки нужно называть лайфхаки Для того, чтобы тебе мамка дала пизды То есть ты растворяешь вот этот желатин в микроволновке Он лепится везде Ты можешь ошпариться Насрать на кухне Приходит мамка и все Ты на улицу уже неделю не выходишь Компьютера нет, мобилу забрали Ну все, так, все-все-все-все Давай без спойлеров Так, открываем и Вау 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 Получается, что они расплавились Вау Вау Офигеть, посмотрите Вау, я не думал, что так вообще можно Вау Вау Зацените Заценим, сейчас, да Я представляю, как Влад удивляется, когда едет на эскалаторе Вау Ступеньки едут сами Вау Вау, я еду в машине Там как-то двигатель работает Ребята, прикиньте Двигатель внутреннего сгорания Там подшипники, что-то там Эти поршни ходят, блядь, машины Круглое колесо Я всегда думал, квадра Вау Так, сейчас мы ложечкой быстренько все Вау Ничего себе Ложечка, блядь, растворилась Вау Соскребаем Так, добавляем сердечек Черненьких штучек Вот этих Теперь это все нужно нам Насколько же на отъебись он все делает Типа, вот просто человеку принесли Все, купили Он такой, блядь, надо быстро отстреляться с этой хуйней Поехать домой Там, не знаю Заниматься своими делами Ну что, давайте чуть-чуть оставим Чтобы это все засохло Ну, получился Пять рогатня какая-то получилась Влад Такой вот чупа-чупс из хариба Ну, может быть даже лайф Мне очень приятно, что он хотя бы пробует это говно в конце Типа, ну, есть хоть какая-то микросправедливость Знаете, типа, снял хуйню Ну, отдуваться надо чуть-чуть Если вы хотите сделать съедобный слайм Чтобы он вот тянулся И был вот таким вот То вы теперь знаете, как это сделать Ребята, реально Если вы хотите получить по жопе от своих родителей Слушайте Влада Бумагу всегда Всегда Вы это видели? Ребята, на самом деле Мне что-то очень слабо верится, что такое реально Вот за это респект Реально респект Ты первый раз Первый раз Хоть в чем-то усомнился Хорошо Но зачем проверять Действительно ли горячий утюжок Сотрет написанное на бумаге Мне кажется, чернила с большим шансом Пропадут с бумаги Если ты жопой подотрешься Если ты возьмешь эту бумагу Начнешь тереть об задницу Понимаешь? Но мы сегодня Для этого здесь и собрались Наснимать вам, ребята Какой-то постной Хуйни Чтобы это проверить Смотрите У нас есть блокнот Он типа усомнился И он знает, что это не сработает Но он все равно делает эту хуйню Все равно Ну, в принципе, я этого ждал Буквально еще секунд А я ждал в 2020 году От интернета чего угодно Но только не этого Ребята, если вы снимаете проверку лайфхаков Знаете, скоро я до вас доберусь Будем проверять лайфхаки вместе с вами Наливается клей Вру Ой, знакомый лайфхак, ребят Клей Засыпается соль Так Одну у Влада радует Что он хотя бы знает, что такое соль Уже приятно Уже прогресс Честно говоря, не знаю, что это Я не очень хорошо знаю украинский язык И клей как-то впитывается в соль Что? Давайте проверять Так, берем Открываем клей И заливаем его Блядь Ладно, естественно, там ничего не получилось Хочу сейчас вам показать Мой любимый лайфхак от Влада Бумаги, блядь Надеваю, надеваю Тут, блядь, без очков не обойтись Этот лайфхак говорит нам, что очень сложно есть крылышки Очень сложно Блядь, просто невозможно Прихожу в KFC, господи, думаю Пиздец Что сложнее Пожать 200 от груди штангу Либо крыло в себя закинуть Блядь, сложно, пиздец KFC, потому что там кости И приходится их Вот реально, пиздец Как мы до этого жили? Обгрызать А он берет и выкручивает косточки И превращает крылышко в стрипсы В этом-то и весь прикол Там обсасывать эту кость Туда-сюда Снимать с нее мясо А если ты хочешь просто курицы пожрать Ну берешь стрипсы и все Так, мы берем крылышко И как обычно мы их едим Давайте, продемонстрируем Нам Влад сейчас демонстрирует Как ест надо курицы Вот знаете, вот Вот мясо доставать Неудобно Теперь тестируем лайфхак Неудобно Неудобно вообще И начинаем ее крутить Ведь реально проще Вот реально проще Сидеть, блядь И минуту выкручивать Из куска курицы кость, блядь А не быстрее закинуть В свою жирную пасть, блядь Всю эту курицу высыпать Это ведро Ртом там, языком У меня уже настроено все У вас тоже все настроено Чтобы эту кость Быстро все обглодать И сожрать все мясо А кость выплюнуть Можно и с костями сожрать Достали И теперь Пиздец Перевод продукта Где безотходное производство Там мяса еще сколько осталось На кости, Влад Достаем Теперь у нас остается просто Обычный стрипс Который можно съесть вот так Пиздец Просто Ребята Очень вкусно Когда тебе не нужно ничего обгрызать А сразу закидываешь Смотрите, за два укуса Я справился с крылышком У меня нет слов У меня нет слов просто Лучше 24 часа челленджи снимать Там хоть Что-то происходит Типа А здесь чел Жрет курицу И говорит, что это сложно Вот Все Заливает, блядь ПВА в руку Делает какую-то парашу Из печенья Я не понимаю Ребята Подписывайтесь на канал Ставьте лайк этому видео Напишите ваш любимый лайфхак Который получился Вот в этом видео Комментарии все я читаю Конечно Станцуем тектоник На прощание Ребята Покупайте мерч И подписывайтесь на Телеграм канал Всем 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 Пока Блядь Надеюсь достаточно Динамично получилось Субтитры сделал DimaTorzok